МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных новостях субботы далее говорим на Фридом. Здравствуйте, это наше время, и сегодня важно узнать о таком. Сила обороны Украины поразили склад горюче-смазочных материалов во временно оккупированной Луганской области. На базе, где хранилось сырье для российской армии, вспыхнул сильный пожар. Бьют по наиболее уязвимым местам российской оккупационной армии логистики. ВСУ стойко держат рубежи на передовой. Украинские военные не позволяют российским оккупантам прорвать оборону и продолжают уничтожать военный потенциал противника. А оно горит, пылает, а они бегают, суетятся. Это хорошая работа. Россия может отправить на войну против Украины солдат из КНДР. Несколько тысяч северокорейских военных уже проходят подготовку на российских полигонах, пишут авторитетные мировые СМИ. Фронтовая мастерская. Украинские военные оборудовали лабораторию по ремонту беспилотников недалеко от передовой. Как работает инженерный хав, где чинят и настраивают дроны. Репортаж Фридом. Силы обороны Украины атаковали нефтебазу в районе города Равеньки на территории временно оккупированной Луганской области. Там зафиксирован пожар, сообщили в генеральном штабе ВСУ. На предприятии хранилось сырье, которое поставлялось в том числе и для нужд российских военных. Как отмечают эксперты, в результате таких ударов возможности армии Российской Федерации резко снижаются. Без, соответственно, грючей, смазочных материалов говорить о возможности активного характера боевых действий, как на Запорожском, так и на Донецком направлении, соответственно, будет весьма проблематично. Этот фактор и учитывается, соответственно, при проведении комплексного характера мероприятий специалистами Главного управления разведки Министерства обороны. Речь идет об уничтожении арсеналов хранения, как на оккупированных территориях Украины, так и, соответственно, на территории Российской Федерации, которые задействованы в логистике как раз поставок БК, так и, соответственно, уничтожение бас хранения грючей, смазочных материалов. То есть речь идет о том, что бьют по наиболее уязвимым местам российской оккупационной армии, логистики. Причем расстояние ударов, оно, ну, впечатляет. А это говорит о комплексном и системном характере работы украинского разведсообщества. Бойцы 95-й бригады ВСУ ликвидировали в Курской области штурмовую группу российской морской пехоты. Вражеское подразделение было известно тем, что издевалось над украинскими военнопленными, сообщили в пресс-службе 95-й бригады. Окупанты из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России особенно любят кичиться своими так называемыми подвигами, а именно издевательством над пленными, а также расстрелами тех украинских военнослужащих, кто, оказавшись в безысходной ситуации, сдался в плен. Пленных во всем мире защищает право войны, Женевские конвенции. Но россиянам на международное гуманитарное право глубоко наплевать, поэтому они грубо и цинично нарушают его. Но тут хайпануть у этих чудовищ в военной форме не получилось. Встретившись в бою с украинскими десантниками, они были все уничтожены. Такая же участь будет ждать и других военных из этой бригады. Из сообщения отделения о коммуникации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Телеграм. Проведение Курской операции и ситуацию на фронте президент Украины обсудил с главкомом Александром Сырским. Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем вечернем обращении. Президент подчеркнул, что украинские воины держат рубежи. Говорил с главкомом Сырским доклад по всем направлениям на передовой и нашей Курской операции. Покровское направление. Молодцы. Каждый солдат, каждый сержант, каждый офицер, обеспечивающий защиту наших позиций. В общем, Донецкое и Запорожское направления – это очень сложные условия, это жесткие действия врага. Но устойчивость наших подразделений имеет решающее значение. Именно от нашей стойкости все зависит. Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи. 94 боевых столкновения зафиксировано на фронте с начала суток. По данным Генерального штаба ВСУ, больше всего штурмов противник предпринял на Кураховском направлении. Подробнее об этом, а также об общей ситуации на передовой смотрите далее в сводке Генерального штаба ВСУ. По данным Генерального штаба ВСУ, на Кураховском направлении российские оккупанты провели 32 атаки. Силы обороны Украины стойко держат рубежи. Горячее всего сейчас возле Екатериновки. На Покровском направлении противник совершил 14 штурмовых действий, 11 на Лиманском, 10 на Купинском. Жесткий отпор россияне получили также на Торецком, Краматорском, Северском, Времевском и Ореховском направлениях. Как отмечают военные эксперты, украинская армия системно и методично продолжает уничтожать военный потенциал противника. Фактор ресурсов, я думаю, что в этом контексте вновь играет очень важную роль. Будет ли возможность у российских оккупантов своевременно получать не только боеприпасы, но и топливо для техники, в том числе бронетехники, это будет влиять на динамику на поле боя. Активная деятельность украинской армии в части уничтожения не только вражеских складов с боеприпасами, но и вражеских центров, логистических центров топливных материалов, я думаю, что также можем повлиять на вероятность и интенсивность введения боевых действий на юге Запорожской области. Сечеславские десантники сорвали планы противника по штурму украинских позиций на Покровском направлении. Воины рассказали, что российская пехота передвигалась на четырех бронемашинах в танке, а также на багги и газели. Десантники с помощью дронов метко уничтожили технику и разбили пехоту. Штурм россиян закончился, даже не начавшись. А оно горит, пылает, а они бегают, суетятся. Это хорошая работа. Артиллеристы-десантники выложили видео отражения российских штурмов на угледарском направлении. Воины рассказали, что пилоты беспилотных систем не только осуществляют разведку и точные сбросы, взрывая технику и живую силу россиян, но также и корректируют огонь артиллерии. Они быстро двигались, так как первый выстрел был точен. Они не видели, куда двигаются и въехали в свою же воронку от КАБа. Было достаточно одного ФПВ-дрона, чтобы уничтожить одну БМП. Также ехал танк, который уничтожила наша артиллерия. Пара выстрелов и цель была поражена. Россияне не заехали на наши передовые позиции, они уничтожены на подходе. Также точно работают и подразделения радиолокационной борьбы. Украинские воины называют работу станции «невидимой волной». Ведь с помощью радиоэлектронных волн можно контролировать небо и нейтрализовать БПЛА противника еще на подлете к украинским позициям. Можно и навигацию сбить, и телеметрию сбить. И можно ему вообще управление сбить. Это же прекрасно. Это хорошо. Значит, он не выполнил свою работу. Значит, он не ударил куда-то, ничего не повредил. Это позитив. Это плюс большой для нас. Для ребят, для подразделений, для бригады в целом. Это показатель того, что мы способны дать отпор. Главнокомандующий ВСУ провел совещание с командирами подразделений беспилотных систем в формате видеоконференц-связи. Александр Сырский поставил задачи развивать этот род войск, а также более широко внедрять на поле боя передовые технологические разработки. По итогам сентября имеем положительную динамику поражения и уничтожения вражеских целей ударными дронами. Поэтому 147 военнослужащих подразделений беспилотного авиационного комплекса, успешно уничтожающих врага и его технику, поощрил отличиями главнокомандующего. Благодарю вас, наши воины, за стойкость и храбрость. Благодарность всем, кто разрабатывает, производит и поставляет дроны в армию. Отдельная благодарность за подготовку будущих операторов БПЛА. Работаем вместе дальше на развитие сил беспилотных систем. Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, Фейсбук. Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, потери российской армии с начала полномасштабного вторжения превысили 667 тысяч солдат. Только за последние сутки украинские военные ликвидировали 1290 оккупантов. Также уничтожили 9 танков, 27 боевых бронемашин, почти 60 артиллерийских систем и 1 РСЗО. Кроме этого, силы обороны сожгли более 150 единиц автомобильной и специальной техники РФ. До четырех возросло число раненых в результате атаки России по Запорожью. Среди них 11-летняя девочка. Все пострадавшие после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались, сообщили в областной военной администрации. Окупанты ударили по жилым кварталам города, повреждены 26 частных домов, 3 многоэтажки и производственные помещения одного из предприятий. В результате российских атак в Донецкой области 2 человека погибли и 10 ранены. По данным местной прокуратуры, оккупанты ударили ФПВ-дроном по гражданскому автомобилю в Волновахском районе. Погиб 19-летний водитель. Также были атаки на мирных жителей в Покровском районе, городах Селидово, Северск и Мирноград. Российская армия за день ударила по Никопольскому району два десятка раз. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его данным, оккупанты били дронами камикадзе и артиллерией. Под удар попали Никополь, а также Мировская, Марганецкая и Покровская общины. Повреждено промышленное предприятие, люди не пострадали. Президент Украины подвел итоги своих официальных визитов в Лондон, Париж, Рим и Берлин. Владимир Зеленский отметил, что в ходе этих поездок он представил украинский план победы. Кроме этого, на встрече с британским премьером Стармером и с главой НАТО Рюте Зеленский обсудил евроатлантическую интеграцию Украины. С немецким канцлером договорился о военном усилении страны, а также заручился твердой поддержкой лидеров Италии и Франции. Президент Украины в Телеграм. Прогресс в предоставлении Киеву 35 миллиардов евро кредита за счет замороженных российских активов обсудили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава евродипломатии Жозеп Боррель. Как отметил руководитель украинского МИДа, это был продуктивный разговор накануне встречи Совета ЕС по иностранным делам, которая состоится 14 октября. Польша планирует приостановить действие права на убежище для беженцев. Речь идет о тех, кто попадает в страну из Беларуси. сообщил премьер-министр Дональд Туск. По его словам, такое ограничение станет частью новой миграционной стратегии Польши, поскольку Беларусь, как и Россия, злоупотребляет этой нормой. В частности, в последние годы страна-агрессор и ее сателлиты используют мигрантов с Ближнего Востока и Африки как инструмент в гибридной войне против стран Евросоюза. Я буду требовать временного приостановления права на убежище. Я буду требовать признания в Европе этого решения. Это потому, что мы очень хорошо знаем, как его используют Лукашенко и Путин. Как это право на убежище используется прямо против самой сути права на убежище. Подсанкционные танкеры снова начали перевозить нефть из России. Правительство Британии подозревает 37 компаний в соучастии в обходе ограничений и ведет собственное расследование, сообщает русская служба BBC. Экономика РФ существенно зависит от экспорта нефти, поэтому Кремль стремится адаптироваться к новым реалиям. Однако введенный потолок цен и снижение стоимости черного золота на мировом рынке ставят под вопрос способность России выдержать этот удар. Детальнее расскажет Никита Скобликов. По состоянию на май 2024 года поступления от продажи нефти в бюджет России выросли почти на 50% по сравнению с 2023 годом. По данным Bloomberg, Москва адаптируется к международным санкциям. Согласно расчетам агентства, общие доходы от нефтегазовой отрасли увеличились на 39%, что составляет почти 8 миллиардов долларов. Однако адаптация к международным санкциям, по мнению российских властей, основывается на их прямом нарушении. Так, правительство Великобритании подозревает 37 компаний в соучастии в обходе российских нефтяных санкций. Руководитель антикоррупционной организации Global Witness отметил, что британское министерство финансов до сих пор не приняло мер против нарушителей санкций и призвал действовать более решительно. Если правительство Великобритании положит конец участию британских фирм в путинской спекуляции, то, я думаю, и другие последуют этому примеру. Луис Уилсон, руководитель нефтяных расследований в общественной антикоррупционной организации Global Witness, в комментарии изданию BBC News «Русская служба». Помимо компаний, помогающих России обходить санкции, Москва также использует подсанкционные танкеры. По данным Bloomberg, более двух десятков таких судов с апреля 2024 года вновь начали перевозить российскую нефть. По меньшей мере, 21 из 72 танкеров, попавших под санкции управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Казначейства Великобритании или Европейского Союза, за последний год загрузили в общей сложности 24 груза российской нефти. С тех пор, как санкции были назначены в ответ на вторжение Москвы в Украину в 2022 году. Из публикации издания Bloomberg. Агентство пишет, что с апреля по июнь фиксировался всего один рейс в месяц. Но после успешных доставок использования подсанкционных танкеров возросло. В июле было перевезено два груза, а в августе и сентябре по шесть. Кремль активно использует проливы Дании для своих маршрутов. По информации Bloomberg, суда Теневого флота России все чаще отказываются от услуг лоцманов, что значительно повышает риск нефтяного разлива у побережья страны. Глава МИД Дании Ларс Люкерасмусен заявил, что государство стремится остановить транспортировки подсанкционной российской нефтетеневым флотом через Балтийское море. Только за счет сокращения издержек, за счет использования черного флота еще доходы есть. Ну и по черному флоту решения уже вызрели. Я думаю, что проливы в Дании будут закрыты в 2025 году, и Россия потеряет этот один из ключевых для нее каналов экспорта нефти. И действительно это приведет к тому, что Россия в 2025 году исчерпывает возможности финансировать войну. Для Москвы снижение цен на нефть стало настоящей проблемой, отмечают аналитики. Пессимистичные новости из Китая только усугубляют ситуацию. На брифинге о развитии экономики чиновники не обозначили масштабных стимулов, которых так ждал нефтяной рынок, сообщает Reuters. В результате стоимость марки Brent в Лондоне снизилась на 1,5%. Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдуазиз бин Салман предупредил партнеров по добыче нефти о том, что цена на нее может опуститься до 50 долларов за баррель, если некоторые нарушители не ограничат добычу. Для России это будет реально катастрофическая ситуация. Даже если не реализуется оптимистический сценарий по обрушению до уровня 50, даже 60 долларов, но речь идет о Brent, соответственно для Уралса это будет примерно 55 долларов. Вот такая ситуация была бы уже катастрофической. Напомню, в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, страны ЕС ввели эмбарго на морские поставки российской нефти страны Союза, а также установили потолок цен на уровне 60 долларов за баррель на нефть из РФ. Главная цель этих мер – снизить доходы Москвы, которые позволяют властям продолжать войну. Кремлю пришлось перенаправлять свои поставки в Азию, в результате чего Китай и Индия запрашивали огромные скидки, и Кремль продавал топливо по мизерным ценам. В Чечне четверо погибших вследствие взрыва на заправке. Об этом сообщили местные власти. По их данным, на одной из АЗС города Грозный взорвалась цистерна с топливом. Среди погибших двое малолетних детей. После взрыва начался пожар, который охватил почти тысячу квадратных метров. По данным медиа, заправка принадлежит местному депутату. Несколько тысяч солдат из Северной Кореи проходят подготовку в России. Еще до конца года их могут перебросить на фронт в Украину, пишет The Washington Post со ссылкой на представителей украинской разведки. Не исключено, что войска КНДР могут использовать в приграничных регионах РФ, чтобы освободить российские подразделения для участия в боевых действиях в Украине. Напомню ранее, Москва и Пхеньян подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Согласно документу, Путин и Ким Чен Ын договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран. Министерство обороны Южной Кореи подтверждает, что Пхеньян, вероятно, направит своих военных в Украину для поддержки российской армии. Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный Военному Союзу, возможность такого развертывания весьма вероятна. Ким Йонг Хён, министр обороны Южной Кореи, передает Йонг Хап Ньюс. На саммит БРИКС, который начнется 22 октября в Казани, отказались ехать треть приглашенных лидеров государств. Как сообщили в Кремле, приглашения были разосланы в 38 стран, но присутствие на высшем уровне подтвердили только 24. В частности, не приедет глава одного из членов Союза, король Саудовской Аравии. О том, удастся ли России использовать БРИКС в своих целях, Андрей Дмитренко расскажет. С 22 по 24 октября в Казани состоится 16-й саммит БРИКС. Его главной темой будет расширение блока. 1 января 2024-го к организации присоединились Египет, Иран, УАЭ и Эфиопия. Кроме того, с начала года заявку на вступление подали Азербайджан, Турция, Малайзия и Сирия. О более тесном сотрудничестве заявили несколько стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Кроме того, заявку на участие в саммите подало и террористическое движение «Талибан», находящееся у власти в Афганистане. Впрочем, расширение БРИКС не всему блоку на пользу, обращают внимание эксперты. Все решения внутри объединения принимаются консенсусом. К тому же Турция может стать первой страной Североатлантического альянса в БРИКС. И блок не сможет иметь антинатовскую направленность. Аналитики считают, что по мере расширения объединения оно теряет свой изначальный смысл. На самом деле пока что не похоже, чтобы эти государства объединяло что-либо, кроме общей антизападной ориентации. И когда кто-то объединяется не за что-то, а против чего-то, то подобные объединения вряд ли бывают сильно долговечны и очень перспективны в контексте своего развития. Это довольно-таки разные государства, часто с противоречивыми очень интересами. И рано или поздно эти противоречия все равно обозначатся и будут влиять на политику. Но сделать из БРИКС полностью подвластный себе блок Москве тоже не удастся. Доля России в мировой экономике составляет почти 3%. Это в 2,5 раза меньше, чем у Индии, и более чем в 6 раз, чем у Китая. Эксперты считают, что при таком раскладе РФ не сможет диктовать свои условия в БРИКС. В любом случае в объединении, в котором присутствует Китай и Россия, ну не Россия будет главной, но Россия вполне может изображать, что вот она претендует на какую-то альтернативную политику, что она какой-то альтернативный центр принятия решений. И тактически это может быть даже Китаю довольно-таки выгодно, что есть вот такой вот мировой фулиган, которого можно контролировать, можно направлять том или ином ключе, при этом получать от этого какие-либо выгоды. Не получится у БРИКС стать альтернативой Западу, и в экономическом плане ранее в объединении заявляли о введении общей валюты, которая должна была якобы положить конец гегемонии доллара. Но, как заявил глава российского министерства финансов Антон Силуанов, на предстоящем саммите БРИКС этот вопрос не будет рассматриваться. Вместо этого он сообщил, что страны сконцентрируются на создании совместной финансовой расчетно-платежной системы. Риск ядерной войны растет, заявился руководитель японского движения Нихён Хиданкё, которая накануне получила Нобелевскую премию мира. Тируми Танака призвал мировое сообщество отказаться от ядерного оружия. Напомню, Нихон Хиданкё на примере истории жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки рассказывает миру об опасности ядерного оружия. В организации надеются, что их признание будет стимулировать разоружение. В нынешней ситуации с ядерным климатом на планете, я думаю, в Нобелевском комитете посчитали, что гражданам мира, человечеству следует серьезно задуматься об уничтожении ядерного оружия. Запрет ядерного оружия – это вопрос для всего человечества, для всех людей. Бундесверу нужно значительно больше денег и дополнительно 35 тысяч солдат, чтобы соответствовать новым требованиям НАТО. Об этом заявил глава комитета немецкого парламента по вопросам обороны Маркус Фабер. Если количество боевых бригад в Альянсе должно увеличиться с 82 до 131, то и Германия будет иметь в этом пропорциональное участие. Значит, армии потребуется 5 дивизий вместо нынешних 3 дивизий, с 6-ю, 10-ю, 5-ю тысячами солдат. 5 дивизий – это уже примерно 100 тысяч солдат. Но на это потребуется время – около 10 лет. Также можно предвидеть, что требования НАТО ко всем 32 государствам-членам вырастут, а следовательно и к Германии тоже. Поэтому больше не будет достаточно тратить на оборону 2% от годового ВВП. Должно быть около 3%. Маркус Фабер, председатель комитета Бундестага по вопросам обороны. В интервью изданию R&D. Украинские военные продолжают обучение Великобритании, где проходят тактическую подготовку. В том числе осваивают патрулирование местности и учатся готовить засады. Тренинги проходят в рамках операции «Интерфлекс» под руководством инструкторов изданий, сообщает Генеральный штаб ВСУ. Особый акцент в программе обучения украинских бойцов делают на тактической грамотности и огневой подготовке. Бойцы также изучают медицину и отрабатывают другие важные навыки. На Харьковском направлении украинские военные оборудовали лабораторию по ремонту беспилотников. Техника в любой момент может выйти из строя, поэтому быстро и эффективно восстановить ее очень важно. Как работает команда мастеров на линии фронта, узнала Наталья Белокудря. Небольшое помещение и множество разных деталей. Тут военнослужащие подразделения по ремонту БПЛА 57-й отдельной мотопехотной бригады совершенствуют и восстанавливают ударные дроны. Каждый тут специалист в своей сфере. Мастер с позывным Фредди занимается усилением аккумуляторов для Мавиков. Он после шести лет на фронте решил сменить деятельность и за три месяца освоил профессию технолог-ремонтник БПЛА. В артиллерии был, в ремонтной части, по ротациям катался, по командировкам, там, где нужна была помощь, а теперь что-то новое пробовать, что-то для себя, чтобы развиваться. Военнослужащий с позывным ФАЗа на фронт пришел добровольцем в начале полномасштабного вторжения России. Свою работу в мастерской называет интеллектуальной головоломкой. Модификаций аппаратов очень много и апдейтов для каждого тоже. Задача ФАЗы – настроить дрон так, чтобы он беспрекословно слушался пилота. Раблю так, что. Делаю так, чтобы вот это полетело и долетело туда, куда надо. Здесь то, что должно работать, оно не работает, а то, что не должно работать, оно работает. Вот так. Мы разбираемся, почему так. А потом мы называем это магией. Ну, то есть, произошла какая-то магия, и оно начало работать. Тут работают преимущественно с FPV-дронами. Их используют и для атак противника, и для гуманитарных миссий. С помощью такого дрона можно на передовую линию передать по братимам еду, воду и медикаменты. Все беспилотники, которые в бригаде вышли из строя, направляют именно сюда. В руках сейчас у меня аутель. Этот дрон идет у нас как донор, потому что он немножко у нас сломан. Эти дроны, считай, готовые приходят. И по цене они также дороже, потому что у них все готово. Это цифровые дроны. FPV – это сложная очень тема. Там и разные видеоприемники бывают некачественные. Надо их заменять. То есть, они как девушки среди дронов. К ним нужен свой подход. 23-летний военнослужащий уверен, что в будущем на поле боя людей смогут заменить именно беспилотники. И именно украинцы смогут стать лидерами в использовании этих технологий. Противник сейчас в этой сфере немного отсталый, и мы впереди в инновациях и меньше погибших пехотинцев. Я считаю, так надо работать. Идея создать мини-инженерные хабы по обслуживанию и ремонту дронов в бригаде появилась недавно. Инициаторами выступили сами военнослужащие. Говорят, таким образом дают операторам возможность немного отдохнуть между боевыми выходами. Мы внедряем и дневные полеты, и ночные полеты. Если бы это готовили сами пилоты, это не было бы так эффективно. Сейчас как? Пилоты отработали день, приехали, отдыхают. Им уже дроны готовы, потому что в мастерской их подготовили. А раньше это делали сами пилоты. Они приезжали с боевых ночью, клепали эти дроны, настраивали их, подготавливали к работе и выезжали снова работать. В бригаде говорят, готовы обучить ремонту и обслуживанию беспилотников всех новых военнослужащих, которые присоединятся к их подразделениям. Наталья Белокудри, Андрей Домовой, из Харьковской области, для телеканала Freedom. Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету номиналом в 10 гривен из серии Вооруженные силы Украины. Всего выпущено 10 миллионов экземпляров. Как отметили в НБУ, монеты посвящаются украинским военным, которые ежедневно обеспечивают коммуникацию и управление войсками, чтобы защитить Украину в кибер, а также информационном пространстве. Напомню ранее, таким же тиражом уже вышли монеты, посвященные медицинским силам ВСУ, Государственной спецслужбе транспорта, командованию объединенных сил, а также ПВО и силам террабороны. Мы выпустили такую памятную монету в благодарность. Это стало своеобразным признанием важности и героизма военных логистов, создающих бесперебойное и надежное обеспечение сил обороны Украины во время сопротивления и отпора российской вооруженной агрессии. Мы хотим, чтобы отчеканенные монеты, которые каждый день будут попадать в руки украинцев, напоминали бы им о воинах-логистах, и чтобы это также становилось поводом для чествования специалистов логистического обеспечения украинской армии, защищающей наше государство и его независимость. Алексей Шабан, заместитель главы Национального банка Украины. В Испании отмечают Национальный день. Это один из самых значимых праздников в году, символизирующий богатство испанской культуры и ее влияние во всем мире. Также он приурочен к открытию нового света Христофором Колумбом. По случаю праздника в столице страны Мадриде традиционно прошел парад. Его принимали король Испании Филиппе, королева Летиция и наследница престола принцесса Леонор. В торжествах приняли участие 4000 военнослужащих и более 260 единиц техники. Да здравствует Испания! Сегодня очень важный день для Испании и для остального мира. И мы должны праздновать его, даже если идет дождь. Все счастливы. Небольшая проблема с дождем, но это ничего. Без сомнения, это того стоит. Это очень важный день, очень хороший день. Я горжусь тем, что я гражданка Испании. Чтобы знать еще больше, подписывайтесь на YouTube канал Freedom. Мы публикуем там не только информационные, но и аналитические материалы. Также в доступе интервью и мнения экспертов по актуальным событиям и вопросам. Сканируйте код на экране, переходите по ссылке и подписывайтесь на страницу. На этом наше эфирное время закончено. Далее смотрите марафон. Уже буквально через минуту в студию вернется Александр Преподобный. Оставайтесь с Freedom и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова